Уникальное по своей архитектуре, расположению и красоте место городской сад сегодня претендует стать туристической жемчужиной. Его особенность в том, что на этом месте он когда-то был. Его заложили в 30-е годы позапрошлого века. Закрытая зеленая зона была в конце 40-х прошлого столетия. Инициатива возродить преданное забвению место принадлежит мэру Бреста Александру Рогачуку. Городской сад не похож ни на один из действующих парков нашего города. Он имеет свое лицо, он имеет сейчас свою энергетику, он имеет свою историю. Поэтому наша задача вот в этом амплуа этот парк развивать дальше. Но ни в коем случае, как я уже говорил на открытии, не навредить его какими-то новоделами, каким-то китчем, какими-то совершенно уже суперсовременными формами. Этот парк должен быть такой аутентичный, душевный парк. И хорошо, что эта тема у нас в городе Бреста не останавливается. Вы посмотрите, сейчас уже мы говорим о скверике, Пушкинском скверике, да, тоже новое место. Вот таких точек зеленых, атмосферных в нашем городе должно быть все больше и больше. И уверен, что и в 2020 году в Брещане будут свидетелями появления таких замечательных, хороших, красивых мест отдыха. Удобные пешеходные дорожки, аккуратные газоны, стильные лавочки, беседка, оригинальные цветочные композиции. Все это сегодня создает атмосферу, настроение и повод для фото. Привлекает особое внимание локация в самом сердце сада. Здесь разместился большой каменный валон, опоясанный кованым рушником с белорусским орнаментом. Брещане не скупятся на комплименты. Появилось новое место отдыха для прогулок с детьми, для жителей нашего города, которого, конечно, в центре города очень не хватало. Продлилась набережная и как бы, ну, очень приятно, что есть где погулять. Сейчас есть возможность походить, полюбоваться, соответственно, ассоциации, связанные с детством. И радостно, что уже в таком зрелом возрасте есть возможность прийти на открытую территорию. Спасибо этим руководителям. Они сделали детей, сколько отдыхают, гуляют, сколько взрослых. А вечером молодежи сколько. Вы не представляете, скамейки ни одной свободы нет. В благоустройство или, можно сказать, возрождение городского сада вложено немало сил работников городского ЖКХ. Большой вклад внесли и спонсоры. Среди них машиностроительное предприятие «Компа». Главный вход обозначен красивой аркой, которую смастерили сотрудники компании. А стихотворения принадлежат ее директору Михаилу Блаусову. Руководитель приложил к делу не только силы, но и душу. Мы не стали ее повторять один к одному. Наш дизайнер Доропевич Андрей. Долго мы ломали голову, как ее сделать. Ну, постепенно выросла такая ажурная легкая арка из нержавейки. Потом она очень интересна тем, что когда ночью все подсвечивается, вся эта ажурность видно. Сегодня идея, как соединить городской сад и набережную, каким-то общим проектом, общей идеей, общей концепцией. Этой концепции до сих пор нет. Поэтому, если какие-то будут идеи у жителей города, пожалуйста, мы все выслушаем. Готовы провести конкурс на идею, как поженить городской сад и набережную. В Бресте сегодня праздничный климат. Каждый день город получает обновленные и новые объекты. Важно понимать, что после тысячелетия город не замедлит своего развития. Ведь Брест – город, устремленный в будущее. Уже есть программа действия на 2020 год. Она включает в себя не сверхбюджетные инвестиции, а включает в себя как раз вот такие точечные, не очень дорогие, но очень важные для горожан проекты благоустройства, проекты нашего комфорта жизни, как вот этот городской сад в том числе. Поэтому это будет озеленение, это будут наши дворы, это будут детские площадки, это будут новые точки исторического интереса к нашему городу. Потому что даже здесь, на территории современного Бреста, не только в крепости, можно еще находить очень многое, что будет интересно для наших туристов.